Блокирование трибуны, потасовка, крики. Так депутаты в Днепре снимали с должности секретаря совета и главу бюджетной комиссии, обвиняемых в колоссальной растрате бюджетных средств. Удалось ли избранникам задуманное? Подробнее в материале. В зале присутствует большинство депутатов, но регистрироваться не спешат. Сначала выдвигают мэру требования. Первым поставят на голосование вопрос отставки секретаря горсовета Вячеслава Мишалова и главы бюджетной комиссии Артема Хмельникова. Напомню, их обвиняют в коррупции. Подозревают, чиновники украли из городского бюджета 500 миллионов гривен путем тендерных махинаций. Заказали и оплатили работы, которые в действительности никто не проводил. Мы будем голосовать после того, как спасать первым вопрос о том, чтобы снять главных профессионеров нашего города, которое утверждает сегодня людьми, которое, блядь, все люди, все СМИ, это секретарь, это чиновники комиссии. Но к голосованию так и не приступили. В сессионном зале начались потасовки. Кому-то не давали слова, кто-то блокировал трибуну, досталось и секретарю Вячеславу Мишалову. Длились депутатские баталии более часа. Затем мэр объявил, потерял свою карточку. Страсти угасли только после перерыва. Но начать сессию так и не удалось. Многие депутаты не захотели регистрироваться. Опасаются. Получив кворум, промерское большинство может сорвать голосование за отставку секретаря и главу бюджетной комиссии, что лишь подтвердит их легитимность. Поэтому требуют, чтобы подозреваемые в коррупции ушли добровольно. Мы регистрироваться не будем. Знаете почему? Потому что политическая смерть – это покрывать коррупционеров. И делать все, чтобы эти кадровые вопросы не прошли. А по большому счету... А скажите, что я не делаю? Давайте зарегистрируемся голосовать. Господин Хмельников и Мишалов не голосовали за перенос первого вопроса, а просто честно покинули свои насиженные кресла. И не держались зубами, ногами, как только можно. Но добровольно освобождать кресло ни глава бюджетной комиссии, ни секретарь не захотели. Обвинения в коррупции не признают. Попрошу быть очень осторожным в словах. То есть, честно говоря, уже порядка 25 исков находятся. Они небольшие, по 100 тысяч гривен. Но нужно будет потом ходить в суды. Это раз. А скорее всего еще и проиграть это два. Это будет неприятный как бы прецедент. А я это не буду, что доведу до конца. Это как бы моя честь, мое имя. Все эти обвинения носят сугубо политический характер и обвинения, связанные, мне кажется, с той ситуацией дестабилизации в городском совете. Голосование за отставку чиновников подозреваемых в коррупции перенесли на завтра, 13 апреля. Елена Менделюк, Евгений Коненцов. Подробности, телеканал Интер, Днепр.